Всем привет, с вами Лакмус, мы снова в террарии, продолжаем копать различные ресурсы искать и вот я наткнулся на громадного слизня, где я его победил, давайте сходим вон туда, только это неразведанный проход у нас, сильно глубоко я лезть пока не стал. Здесь тоже хватает ресурсов, мы в прошлом эпизоде так резко прокомпали вниз, отвлекаясь на различные боковые проходы, но здесь вот я вижу как раз таки неразведанного в этом проходе сразу паутина, но несмотря на то, что мы скрафтили уже кровать, паутина все равно нам нужна. Потому что, возможно, придется делать еще одну базу, скорее всего возле данных со временем. Так, и давайте наобьем. Здесь статуя, мы будем крест. Поскольку мы добрыли ботинки в тюрьме, мы можем совершать ее на пуховую ботинку, а облако в бутылке, мы можем совершать головной прыжок. Это, несомненно, полезное приспособление, артефакт. Так, здесь вода. О, сердечко отлачено. Подлый червь. Так, сердечко это просто отлично. Надо аккуратно сейчас. Чтобы не слить воду. Сердечко хорошо тем, что оно добавляет нам максимум здоровья. Сейчас у нас всего пять. Каждое сердечко по двадцать. Видите? Теперь шесть. Итого сто двадцать. Отлично. Не зря мы сюда пришли. Отлично. Вот немножко. Надо слить эту воду. Пробраться туда. Ставим там туда. Вот такие прыжки мы можем совершать. Хотелось забираться в различные труднодоступные места. Здесь я вижу серебро. Надо обязательно его раскопать. Так, идем дальше. Драгоценные камни вижу. Так, идем дальше. Отлично. Я беру. Что-то нет для них. Так. Ага. Возвращаясь. Этого Risorgия. Еще камни. Замечательно. По-моему еще серебро-то, да, это просто вклад какой-то. Хочу еще золотой сундук, нам бы еще зеркало, чтобы добираться до страдодома. Хочу, хочу. Что у нас там? Походу ничего. Назад. Так вот вроде бродим-бродим и пропускаем ценные ресурсы. Потому что свеча светит не очень далеко. Через камни. Так, давайте сходим сюда. Я вижу еще одну пещеру. Так, и там ловушка явно. Да, вот кнопочка. Та, вот стреляющая голова. Так, и здесь еще одна кнопочка. Та, давайте соберем. Стреляющая типовая не очень нужна, я лично не знаю. Особого применения не вижу. Так, и какой-то металл, серебро по-моему. А вот кнопочки можно использовать. Нагерк сходим. Так. Блин. Блин, блин, блин. Продолжение следует... Не зря я сюда полз, здесь у нас драгоценные камни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Крюк, крюк, крюк... Отлично! Крюк это просто потрясающе! Я-то, честно, полагал, что он со скелетов падает, оказывается, вот мы нашли ключ, наконец-то, ну и я, наверное, сейчас бегом до дому, до хаты, чтобы скрафтить, наконец-то, кошку, встретимся там, вот мы и дома, что-то как не приду домой, всю ночь, нам нужно взять железо, вот у меня железо, нашел я по пути еще один крюк, теперь у нас два крюка, и надо скрафтить железную цепь. Так, это у нас железный шлем, мы пока не будем, так, ну и где-то здесь у нас должна быть доступна уже кошка, если я ничего не путаю, конечно. Блин, нет, давайте сходим к гиду, советуемся насчет крафта, потому что я на память сейчас уже не очень помню, вот у него пункт меню, выбираем цепочку, и видим, что для кошки нужно три цепочки, тут я сам тополу, спускаемся вниз, и крафтим еще две цепочки, и вот она, родимая, отлично, отлично просто, теперь можно накрафтить все стариное, что нам доступно, серебряный шлем, давайте сделаем так, что еще? Шумик. Ну и всякая помелочь. Блин, на кровать, ой, ой, зря, 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 случайно скрафтил кровать, оказывается, опять шелк у нас был на кровать, я что-то убил, не знаю. Так, факелы тоже скрафчим, обычно не светлее, потому что маловато у нас факелов. Так, факелов много не бывает, поэтому по максимуму давайте, сколько возможно. Так, ну и пожалуй все, остальное распихаю по сундукам. Так, так, так. Так, 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 так. Так, 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 так. Да, это так. Так, так. Палочек светящих нам много не надо. Пока что все. Идем продавать лишнее. Кстати золото надо взять. Семь. Надеюсь хватит нам на каску. Продаем излишки. Хватает на каску, надеваем ее срочно. Она отображается как социальный предмет. Защиты никого не дают. Но освещает пространство вокруг. В общем то я предлагаю прогуляться вот сюда налево. Разведать обстановку. Добыть рисунок, добыть дерево. Потому что дерево у меня кончилось практически. Там в сундуке вроде должно лежать только. Поэтому давайте добудем. Пока день, пока зомби нас не трогают. Пробежимся. Продолжение следует. В пос教ах осталось развиваться. Пsuspиренияestra. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Забываю вставлять факелы на земле. Нам они теперь особо не нужны. У нас есть каска. Не зря нарубили дров, давайте просто прогуляемся теперь. Посмотрим что там есть. Птичка. Довольно высокая гора. Замочили кролика мирного. Ничего с них не падает кстати. И вот мы нашли пищеву. Давайте посмотрим. Сундучок. Сундучки бумеранг. Но он не очень крутой всего 7 уронов. Но тем не менее. Монетки. Кстати надо было выложить монетки. Я что-то забил совсем. Сундучок тоже. Соберем. И золото я вижу. Ой. Железо. Тоже нам пригодится. Угу. 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 Пусковато здесь. Здесь ничего интересного и нет. В общем-то. Идем дальше. Вот так вот применяется наша кошка. То есть мы можем. Забираться на ранее. Недоступные. Уступы. С помощью нее. Поскольку меня немножко подтормаживает. Из-за того что идет кодирование видео. Я буду скорее всего промахиваться довольно часто. Но вообще довольно это полезный инструмент. И не сложно им управлять. так раз. Так же зацепившись кошкой за какой-нибудь уступ. Мы. Мы защищены будем от того что бы нас сталкивали монстры. Это будет особенно полезно когда мы дойдем до лавы. что там монстров будет много. И как бы с каждого уступа мы можем свалиться. Железо. Еще одна пещера я смотрю. Здесь у нас еще эта фигня. Непонятная. Ну и всякая фигня тоже. Ничего особо ценного. Блин а вот зря я нацепил конечно шлем. Он на самом деле надевается вот так вот. Вот. И мы теряем часть защиты. Что-то я тупанул. Что-то я тупанул. Значительно мы потеряли в защите. Но зато. Выиграли в освещении. Исследуем эту пещеру. Так же с помощью кошки можно избегать. Повреждения при падении с большой высоты. Но нужна изрядная ловкость я скажу. Вот так вот надо делать. Тогда сколько бы. Какую бы высоту мы не преодолели. То есть как бы высоко мы не упали. Повреждения мы не получим. Если приземлимся на эту кошку. Вот у меня не получилось. Но у меня здесь лагает довольно сильно. Поэтому я извращаться особо не буду. Так. Снова полезные вещи мы нашли. В желуде сразу в утиль. Так. И вот так. Ну и бумеранг давайте посмотрим. Вот так вот он выглядит. Это слабенький бумеранг. То есть летит долго. Повреждений наносит мало. Не очень полезен. Если только уж совсем когда ничего нет. Но возможно из него можно будет скрафтить что-нибудь более полезное. Не знаю честно говоря. Так. Здесь у нас сундучок. Еще один бумеранг. Стронг. Кнокбак насколько я помню это отбрасывание при ударе. Вот так вот. Хм. То есть одинаковые бумеранги. Я думаю что я их продам. Они мне нафиг не нужны. Стрелы сразу в отстойник. Так вот. Добудем железо. Сходим налево. Ничего ценного здесь я не вижу особо. Здесь тоже. Либо можно избегать урона при падении. Если пользоваться нашим облаком в бутылке. То есть перед приземлением. Если мы уже не использовали как бы в этом падении. Повторный прыжок. Нажимаем пробел по умолчанию. И персонаж подпрыгивает перед самой землей. Таким образом тоже избегает урона. Здесь у нас демонический алтарь. Но сделать мы сейчас с ним ничего не можем. Пока что. Серебро немножко. Я думаю что свечи все таки надо расставлять. Хотя для того чтобы ориентироваться в пространстве. Где был, где уже был, где не был. Так. Медь. Можно ее добыть. Так. Серебро. отлично. Возможно у нас скоро будут серебряные штанишки. И здесь медь. И здесь медь. И здесь медь. И здесь медь. И вот так. Железо вижу. Давайте тоже добудем. Еще один демонический алтарь, давайте сплаваем туда, посмотрим что там в горшке, и да, видим что шахтерская каска освещает также и под водой. Это конечно очень круто, но факелы все равно нужны. Что-то как-то зачастили алтари демонические. Даже интересно. Обычно так часто они стоят только в искажении. Здесь что-то прям... Давайте разведаем, что здесь есть интересное. Пещерку я вижу. Давайте ползаем туда. Железо. Отлично. Добудем. Тут ничего нет. Кошка наносит урон небольшой, разбивает сундуки, вернее вот эти горшки и паутину собирает. Так, давайте сходим дальше. Снова вижу железо. Зомби догоняют нас. Здесь ничего интересного я не вижу. Добавляем нас. Добавляем нас. Добавляем нас. Что ж, надо копать поглубже куда-то. Раскапывать ценные вещи. Давайте вот здесь вот начнем копать. И сделаем вот так вот. Топаз. Сольем эту воду. И продолжаем копать вниз. Наугад, в общем-то. Так, а здесь ловушка. Активные дроги я уже все время. Опа, нифига себе. Золотая монетка выпала. Ну блин. Что-то я не подумал, что покатится этот камень. Да, жаль, конечно. Очень жаль. Золотую монетку жаль. Но, наверное, туда я уже не побегу. Наверное, на этом я эпизод завершу. Спасибо всем за внимание. Всем пока.